Первые случаи наркомании появились в 19 веке, когда в Европу завезли опиум и гашиш. И тогда их употребляли в основном как болеутоляющие. Но вот уже в начале 20-го в определенных кругах, в основном богемных, опиум и гашишная наркомания стали серьезной проблемой. И эта проблема остается актуальной и сегодня. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору». Знакомьтесь, гости нашей студии сегодня. Эмма Рогова, врач-психиатр-нарколог высшей категории, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического наркодиспансера. Добрый день. И Александр Березовский, психолог, руководитель Самарского антинаркотического фронта, эксперт комиссии общественной палаты Самарской области. И мы работаем сегодня в прямом эфире. Я не дала возможности вам поздороваться, Александр Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, зрители. Итак, мы работаем в прямом эфире. Телефон для ваших вопросов 202-11-22. Тема сегодняшнего эфира невеселая, тема серьезная. Мы говорим о наркотизации сегодняшнего дня. И прежде всего, вот у меня есть данные, что в России на учете сегодня официально состоит более 820 тысяч наркозависимых. Эмма Николаевна, а в Самаре? В Самарской области вообще стоит около 5000 наркоманов, то есть уже с синдромом зависимости и с пагубным потреблением наркотических веществ стоит около 3000. Довольно внушительная цифра, но тем не менее тенденция идет на снижение. То есть и синдром зависимости, вот если брать за первый квартал, даже вот в 2024 году уже заметно, что наркомания снижается. Это вот очень хорошая новость. На самом деле, если это снижение стабильное, то вообще просто здорово. Но вы же вот назвали цифры официальной статистики, правильно? Какова статистика теневая, точнее тех, кто не состоит на учете? Вот это, наверное, даже представить невозможно. Теневая статистика, конечно, скорее всего, более печальная, потому что на самом деле, да, наркотические вещества употребляет большее количество человек. Но, как правило, когда они начинают употреблять только на, как бы, на стадии становления, первого употребления, их невозможно просто обнаружить. То есть признаки наркомании уже проявляются позже. И это как раз самое печальное, что есть. Даже вот родители, они не успевают следить за своими детьми, не сразу обнаруживают у них признаки наркомании. Только уже в дальнейшем, когда уже наступает синдром уже зависимости, не просто эпизодическое употребление наркотиков, а уже когда синдром зависимости, когда зависят они полностью от наркотиков, от употребления наркотических веществ различных групп, да, тогда уже становится заметно и внешне, и их поведение о многом говорит. Не зря наркомания, в принципе, относится к психическим и поведенческим расстройствам. Потому как и поведение становится заметно, как оно становится другим. Конечно. И мы об этом обязательно еще, наверное, поговорим сегодня. Я вначале хотела предложить вам разобраться с понятиями. А вот наркоманы и наркозависимые, это сегодня одно и то же? Наркоманы и наркозависимость, в принципе, это одно и то же, конечно. Просто разные термины. Синдром зависимости, наркомания, это одно и то же. Да, потому что все меняется, и не хотелось бы ошибаться. Мы с вами перед эфиром говорили о том, что если вот начало 20 века наркомании, это была одна картина, то сегодня, несмотря на то, что проблема остается актуальной, картина несколько иная. И вот, Александр Юрьевич, может быть, вы могли бы ответить, какой сегодня вообще портрет наркомана, наркозависимого? Вы знаете, сегодня портрет очень разнообразный. Невозможно свести все в одну точку и сделать собирательный такой образ. Но это все-таки не богема. Нет, это не богема, но богема в том числе. На сегодняшний день все социальные слои, они поражены этим недугом, заболеванием. Этот феномен, в кавычках, негативный, он проникает во все слои общества. Просто в разном статусе, в разных качествах, в разных проявлениях мы можем это видеть. Разные группы наркотических веществ преобладают, да, разная там ценовая политика. Потому что разнообразие рынка, который по сравнению с 90-ми очень сильно эволюционировал, очень сильно видоизменился. И технологический прогресс, которому, с одной стороны, мы все радуемся и наслаждаемся благами цивилизации, то здесь он показывает себя в таком негативном свете. Потому что те технологии, которые обличают нам жизнь, к сожалению, используются наркодельцами для того, чтобы продвигать свои инициативы. И, к слову сказать, к сожалению, они это делают очень успешно. Есть еще очень тревожная статистика по поводу того, что участились случаи при общении к наркотическим и токсимоническим веществам детей 10-13 лет. Это так? Да, это так. Возраст, к сожалению, конечно же, снизился. Ну, раньше у нас даже стояли под наблюдением дети. То есть сейчас хорошо их нет. Но, тем не менее, случались такие вещи, когда у нас, к нам обращались на прием родители с малолетними детьми. Вот вообще выделяют три группы причин развития наркомании. Это физиологическая, психологическая и социальная. Я не знаю, стоит ли нам сейчас обсуждать все три, может быть, и нет. Но хотела бы спросить, а вот на ваш взгляд, какая самая опасная категория? Почему все-таки чаще всего попадают люди вот в этот порочный круг? Все-таки, конечно, самый опасный фактор – это социальный, наверное. Хотя говорят иногда, в общем-то, речь ведут о генетической какой-то предрасположенности, да? Но если говорить об этом, то, конечно же, те родители, которые сами строят наркомании, у них рождаются дети, все-таки более подвержены заболеваниям. То есть генный уровень – это важен. Конечно, да, важен. Но это не самое главное. Потому что самое главное – это социальные отношения. Если внимание ребенку уделяется, теплые отношения между супругами, да, то у них нет необходимости идти куда-то на улицу, искать тех, кто их понимает. Они в доме видят тепло, хорошую обстановку, их родители любят, уважают, ценят, прислушиваются к ним. И я думаю, тогда все будет хорошо. Ведь каждый ребенок, в принципе, каждый человек имеет свой ресурс. И нужно просто его как-то поддерживать со стороны, то есть окружающими людьми. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день, то есть я правильно поняла, что на учете нет детей? Да, но есть. И нет детей из благополучных семей, соответственно. То есть вот та картина, которую вы сейчас нарисовали, она все-таки с исключениями? Она все-таки… Я думаю, что все-таки дети обычные, из самых обычных семей. Там нет какого-то акцента. Изменилось время, изменились наркотики, появились новые целые категории. Изменилась ли сама система воздействия на организм? Вот, конечно, вас как врача попрошу объяснить, каким образом наркотик разрушает организм? В первую очередь наркотики, конечно, действуют на головной мозг. Заметно нарушается психика. Люди становятся агрессивными, неуравновешенными, конфликтными, дисфоричными. То есть в первую очередь разрушается, конечно, психика людей. Это самое главное. Также токсическое воздействие наркотических веществ влияет на почки, на функцию почек, на печень. Ну, в общем-то, практически на все органы и системы, на иммунную систему. Потом у женщин, это, конечно же, генетический фон страдает в дальнейшем. В общем-то, затронуты все органы и системы. Как быстро наркотик может унести жизнь человека? Ну, довольно быстро. От первого потребления наркотика, да, проходит буквально 3-5-7 лет. И заметно, что уже организм, конечно, на глазах тает. Присоединяется. Но заканчивается ресурс. Заканчивается ресурс. Особенно это, конечно, естественно, если мы речь ведем о третьей стадии, когда уже поражены все органы и системы, иммунная система уже на нуле, можно сказать, да. И человек уже от той дозы, которую до этого принимал, уже не получает ни эйфории, ни хорошего, какого-то благодушного настроения. Ему только для того, чтобы сохранить свою, как он считает, жизнь, да, приглушить все его симптомы болезненные. И чем опасна третья стадия, что, по идее, он привыкает к какой-то определенной дозе, но в третьей стадии эта доза же становится смертельной. То есть ему-то, его организм-то требует меньшую дозу, но он-то не знает об этом и потребляет, как обычно, в привычном режиме. И нередки как раз на этой стадии острой интоксикации и передозировки. И вот знаете, существовала теория, еще кто-то и сейчас думает, что новые средства, вот электронные сигареты, вейпы, это не вредно. Ну, курит и курит человек. Но на самом деле медики сейчас уже эту теорию разбили в пух и прах, и это может быть еще и более вредно. И в отношении новых видов наркотиков тоже же, наверное, есть мнение, что это не то, что было раньше, и что это безобидно, и что к этому нет привыкания, и что это безопасно для организма. Конечно же, если кто считает, что это безопасно для организма, они глубоко заблуждаются, потому как новые, это, как правило, это синтетические психостимуляторы. И даже от первого употребления, возможно, появляются, даже чаще всего, наверное, невозможно, а чаще всего появляются галлюцинации и бред. И они оказываются как раз клиентами психиатрических клиник. То есть, возможно, психическое заболевание. То есть это еще, в принципе, серьезнее и более угрожающее для организма, нежели то, что было раньше. Я хочу сейчас нашим зрителям, тем, кто опоздал к началу программы, сообщить, что сегодня в эфире Александр Березовский, руководитель Самарского антинаркотического фронта, эксперт комиссии Общественной палаты Самарской области, и Эмма Рогова, врач-психиатр-нарколог высшей категории, заместитель главного врача по медицинской части Самарского наркологического диспансера. И мы сегодня говорим, конечно, о воздействии наркотиков на организм. Вот Эмма Николаевна уже сказала, что, во-первых, на первый план выходит психическое воздействие на организм и о том, что участились случаи приобщения детей к употреблению таких веществ. И вот многие наркологи говорят о том, что многие родители обращаются не с проблемой употребления, а с проблемой девиантного поведения различного, там что угодно может быть, игромания, расстройства пищевого поведения. И нет даже понимания того, что на самом деле подростки, конечно же, скрывают, и нет понимания, что это именно воздействие психоактивных веществ. Скажите, вот как все-таки распознать вот эти скрытые признаки, как родителям, хочу все-таки именно на родителей акцент сегодня сделать, не просмотреть вот эту историю? Ну, во-первых, эти признаки или так называемые маркеры зависимости, они все описаны и известны. В принципе, можно самостоятельно ознакомиться с ними в интернете, ну или обратиться за консультацией к специалисту в этой сфере, или из государственной наркологической службы, или из профессиональной негосударственной организации. Но здесь, понимаете, какая сложность возникает. У родителя срабатывает всегда при малейшем подозрении срабатывает механизм такой психологической защиты, такого самоотрицания. Этого не может быть. Да, этого не может быть, или это не со мной, или от одного раза ничего не будет. То есть родитель начинает сам себя погружать в определенные иллюзии, и есть вот этот самый латентный период формирования зависимости, как раз когда родитель не выходит на какие-то признания самому себе, что его глаза видят, и он должен дать этому адекватную оценку, а ребенок не признается в том, что он употребляет. И за это время как раз зависимость, она формируется, набирает силу, занимает определенные позиции, уже с которыми потом приходится работать врачу-наркологу, когда человек получает уже диагноз, да, болен наркоманией. Так вот, чтобы родителю избежать этих состояний, ему нужна такая определенная психологическая поддержка, ему нужно обращаться к специалисту, который поможет ему выйти вот в это поле, где он сможет признать проблему, наличие проблемы, и остаться в ресурсе для того, чтобы эту проблему решать. Вот это очень важный момент. За этим признанием стоит признание факта того, что моя система воспитания дала сбои, а вот это родителю признать далеко не под силу. И почти невозможно, конечно. Да, и вот именно это играет злую шутку с родителем. Поэтому здесь нужна грамотная консультация, которая сегодня в доступе, и ее можно тоже найти, позвонить по телефону, который есть на экране, там проконсультировать, я думаю, как обратиться. Правильно? Ну, во-первых, можно позвонить к нам в студию, вот сейчас хотя бы как минимум, 202.11.2, 202.11.22. Если есть проблема, можно ее обозначить, и, возможно, получить пути решения какие-то. Мы сейчас посмотрим сюжет, поскольку мы уже много поговорили о том, что происходит и чем это заканчивается. Пора, наверное, перейти к вопросу, а что делать, если вот такое уже случилось. Поэтому давайте мы сейчас сначала посмотрим сюжет из реабилитационного центра, который как раз работает с наркозависимыми, а потом поговорим о том, что же делать. Андрей Беспалов употреблял тяжелые наркотические вещества с 17 лет. В 34 он решил круто изменить свою жизнь и обратился за помощью в социальный реабилитационный центр. Я пришел сюда сам, да, просто чтобы увидеть хотя бы оставшуюся свою жизнь, чтобы что-то у меня хотя бы было, потому что наркотики у меня забрали все, и родственников, и жизнь всю. То есть они мне реально все забрали. Сейчас Андрей проходит стационарную реабилитацию по программе «Исход», которая продлится полгода. После прохождения данного этапа его переведут на следующий – социальную адаптацию. Программа «Полугодовая» именно занимает продолжительность такую, чтобы огородить человека от прежних знакомых, от старого круга общения, с кем он был употреблял, с кем он был в зависимости. Далее продолжается также программа реабилитации, социальная адаптация. И там человек у нас находится еще год. Это осваиваться, жить в социуме. Там они живут, также живут на квартире у них, и уже занимаются реабилитацией там. То есть занимаются, помогают людям, привозят людей в центра сюда к нам, и на своем опыте рассказывают им, что и как. Для успеха лечения необходимо доверие, поэтому в первую очередь специалисты пытаются снять зажимы. В меню реабилитации есть спорт, игры, арт и логотерапия, и даже огородничество. Самочувствие сейчас у меня вообще отлично. То есть я очень давно хотел уже быть в таком состоянии. Я ни от чего не завишу. Здесь в центре, да, я, ну, я учусь работать над своим характером, то есть, ну, вот, изменять, ну, вот эту натуру свою. В копилке центра немало реальных историй исцеления. Люди возвращаются к обычной жизни. Но для того, чтобы это произошло, необходимо настроиться на длительную и сложную работу. Мы вновь в студии программы «Звоните доктору». Мы вновь можем отвечать на ваши вопросы по телефону 202-11-22. Николай, вот этот сюжет, который мы сейчас увидели, ну, в первую очередь, наверное, говорит о том, что работа ведется и что выздоровление возможно. Вот прежде всего, как работает наркологическая служба региона? Куда обратиться, с кем вы работаете? Наша служба представлена вообще в Самарской области тремя наркологическими диспансерами. То есть имеется диспансер в Сызрани, в Тольятти и непосредственно у нас в Самаре. У нас также во всей Самарской области имеется 31 кабинет врача-психиатра-нарколога. И всегда можно обратиться к специалистам. У нас работают очень квалифицированные специалисты, можно сказать, 99% – это опытные врачи. Они всегда подскажут, помогут выбрать правильный путь, то есть решение проблемы. Подскажут, куда обратиться. То есть им нужно сначала обратиться по месту жительства, то есть на каждой территории есть наркологический кабинет. Они должны прийти туда, и врач уже поможет, подскажет, смотря на какой стадии, куда, либо на стационарное лечение направят, либо амбулаторно. Еще лучше в дальнейшем, по согласованию с пациентом, если пациент пройдет еще реабилитацию. А реабилитация может быть не только медицинской, но и социальной. Потому что мы сейчас вместе с социальной сферой заключили, даже у нас есть соглашение о взаимном сотрудничестве, то есть больные после получения реабилитации еще получают квалифицированную помощь социальных работников, и уже затем после нас они направляются в социальную сферу. И могут тогда уже все-таки вернуться к жизни, встроиться в нее, потому что это, видимо, не так-то просто. Александр Юрьевич, скажите, существует в понятии наркомания понятие бывшей? Вообще возможно ли это? И возможно ли совсем избавиться от зависимости и вернуться к нормальной жизни? Ну, совсем избавиться от зависимости возможно, и вернуться к нормальной жизни, к качественной жизни. А вот насчет бывшей, я, наверное, с точки зрения психолога отвечу, есть в личности присутствует несколько субличностей различных, то есть это я там как отец, я там как муж, я там как профессионал и тому подобное. Вот если я как наркоман когда-то оно появилось, то выздоровление заключается в том, чтобы я как наркоман исчезла, то есть с ним нужно попрощаться, есть такое понятие растождествления с больницей, то есть я себя с этим не отождествляю. Когда человек, прошедший курс лечения, использует в своей такой терминологии, в высказываниях, говорит сам о себе, я бывший наркоман, то наркоман никуда не делся. Понимаете, неважно какая приставка идет, бывший, волшебный, сверхъестественный, действующий, самое главное, что я сам допускаю в свою жизнь то, что я наркоман. И если это понятие внутри меня присутствует, я себя с ним отождествляю, то рано или поздно оно даст о себе знать. Ну или я разрешу ему проявиться в каких-то там ситуациях. Поэтому… Но это же означает, что одним из ключевых аспектов лечения должно быть именно психологическое. психокоррекция, конечно, медицина делает свое дело, психология делает свое дело, духовные практики дают свою часть восстановительной работы. И потом уже социальная работа, социальная реабилитация – это работа по возвращению человека в общество, восстановление его социального статуса, если он был когда-то утрачен, ну или приобретение нового. Потому что цель не просто человеку помочь перестать что-то делать, цель еще научить его получать от этой жизни трезвое удовлетворение и удовольствие. Ведь если она не будет радовать, то человек с опытом употребления прекрасно знает, как ее разукрасить. Безусловно. Дома Николаевна, еще ведь есть мнение у многих, даже я сейчас не говорю про родителей, а я и говорю и про взрослых людей, которые попали в такую беду. Есть мнение, что если обратиться за помощью к специалистам, то это какое-то учреждение закрытого типа, это, условно говоря, тюрьма, решетки на окнах, жизнь кончена и все. И плюс к тому стигма. Ну, конечно, это не так. Больные, попадая к нам, просто получают стационарное лечение, наверное, об этом речь идет. Но после того, как они пролечатся, пройдут курс лечения, они так же выходят и дальше продолжают свою жизнь. Зависит, в общем-то, все от них самих, продолжат они или нет. Ведь у нас врачи работают в команде. То есть у нас врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, психолог. Работаем в команде. Поэтому сначала больной попадает в руки, естественно, врача-психиатра-нарколога с острыми обострениями хронического заболевания, когда по мере улучшения состояния, дальше он уже идет к психологам, с ним проводят большую психологическую работу, несколько курсов. Подсоединяется также к психотерапевт. Я бы хотела все-таки еще раз вернуться к подросткам. Ведь все истории родителей, которые рассказывают об этом, похожи одна на другую. Нет следов инъекций, нет запаха. Это синтетика. Вот был ребенок, нет ребенка. На что все-таки вы бы посоветовали обратить внимание родителям в связи с современными вот этими методами захватывания детей вот в эту сеть, в эту паутину? Психика и поведение в первую очередь. Психика, поведение, смены настроений. Ну и родителям же кажется, а где они возьмут? Они не могут нигде это взять. Да, ну как не могут? Ну технологический прогресс, он играет с нами такую свою злую шутку. С одной стороны, мы насыщаемся благами цивилизации. С другой стороны, в каждый дом сегодня у наркодельцов есть доступ через сеть интернета, через смартфоны. Поэтому наши дети, как бы мы тому не удивлялись, это в принципе во всех поколениях наблюдается, они более продвинутые пользователи, они более осведомлены о технологическом прогрессе. И они внутри своих микросоциальных групп развиваются в этом направлении. Поэтому они знают мир с такой точки зрения, с которой многие родители даже не подразумевают, что он существует. И вот здесь родителям тоже очень важно в качестве мер профилактики изучать вопрос, как сегодня наркорынок и наркопотребление может пройти, проникнуть в их дом, понимать эти пути, что это не просто кто-то там будет ломиться в твою дверь. Это все происходит тихо, безобидно, под покровом каких-то благоприятных намерений. И вот этот вопрос нужно изучать. В принципе схема одна и та же. Вооружен, вернее осведомлен, значит вооружен. И родителям нужно погружаться в изучение этого вопроса, опять же на профессиональном уровне, с профессиональными консультантами, с людьми, которые разбираются, и которые можно идентифицировать как эксперты в этой работе. И таких людей и в Самаре, и в Самарской области на сегодняшний день достаточно, чтобы охватить всех желающих, получить такую консультацию. Ну просто нужно делать эти шаги. Вот я бы это рекомендовал родителям, и не делать никакую скидку на то, что ребенок устал, он учит ЕГЭ, там еще. Если это происходит резко и на ровном месте, то стоит озаботиться. Пусть это будет ложная тревога, но зато вы будете, как говорится, всегда на защите своей семьи. Ну а если она будет не ложная, то тогда вы сможете вовремя отреагировать. Ну и, в общем-то, заканчивая сегодняшний разговор, я попытаюсь формулировать вот основную мысль. Все-таки ведь мы говорили о том, что проблема есть. Человек может попасть в беду. Но есть выход из этой беды, есть решение этой проблемы. И я так понимаю, что и медикам, и психологам, людям, которые занимаются реабилитацией, необходима помощь всех. Родителей, родственников, семей. Всем нам нужно как-то просто быть повнимательнее и внести свой вклад в решение вот этой вот... Конечно. Не нужно этого бояться. У нас есть к тому же телефон доверия, всегда можно обратиться. И этот телефон легко можно найти. На сайт. А мы на сегодняшний день благодарим вас за то, что были с нами эти полчаса. Прощаемся со зрителями. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова